Плановая диспансеризация проходит несколько раз в год, как правило по субботам, чтобы пациенты были свободны от основной работы и могли посвятить время своему здоровью. Люди идут, люди заинтересованы, люди разного возраста. Идет ангетирование, идет организация процесса. И обратите внимание, у кабинетов нет пресловутых очередей, к которым, к сожалению, наши пациенты привыкли. Поэтому мы формируем культуру как диспансеризации, так и организации свободного пространства и определенной логики движения пациентов в удобное для них время и удобную организацию доступности медицинской помощи. Каждому, кто пришел на диспансеризацию, было предложено заполнить анкету на выявление хронических заболеваний. Также пациенты получили маршрутные листы с подробным описанием прохождения медицинского осмотра. Все наши пациенты пройдут диспансеризацию и получат заключение в один день. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Мы всех приглашаем. Заместитель министра лично проинспектировал ход диспансеризации в районной больнице номер 2 и в целом остался доволен увиденным и услышанным. Еще раз подчеркиваю, самое важное, как мы оцениваем, это скопление людей и их ответы при опросе. Тяжело ли вы попали к врачу, долго ли вы вас оформляли. Пока вот при беглом опросе все сказали, все хорошо, я только что подошел к кабинету, вот уже нахожусь на процедуре. Поэтому спасибо, что в этот день все организовано так. Надеюсь, что эта практика будет регулярно в этом учреждении. Жалоб пока не было. Мы стараемся, чтобы пациенты все были довольны. Мы сегодня планируем замкнуть, скажем, пройти первый этап полностью. Для этого все мы подготовили. Руководители общественных и ветеранских организаций тоже приняли активное участие в диспансеризации. Кстати, ветераны – самые дисциплинированные пациенты. Они внимательно относятся к своему здоровью, являясь в этом примером для молодежи. То, что мы сегодня приехали, как передовые, да, что ли, или первые, да, вот, наверное, это здорово, да, потому что мы покажем пример другим, как это надо делать. А что здесь организовано, у меня на сию минуту, да, ну, кроме благодарности ничего нет. Они просто молодцы и что-то организовали. Вежливо, аккуратно, вот, причем чуть ли не подручку будет, да, такого я давно не видел. Диспансеризация проходила сразу в нескольких лечебных учреждениях. В Одинцовской районной больнице пациентам помогали волонтеры. Мы помогаем пациентам находить нужные кабинеты и провожаем их. Я собираюсь поступать в медицинский университет и вот решила посмотреть, как происходит работа в больнице. В первой поликлинике также не были зафиксированы очереди маршрутизацию. Руководство больницы продумало до мелочей, чтобы пациентам было максимально комфортно. Когда мне сказали слово диспансеризация, я не понимала, что это такое. Но когда я сюда пришла, я узнала, что это такое. И настолько благодарна главврачу, персоналу, всем тем, кто со мной сейчас работал, вежливые, культурные, объяснили, грамотные. Спасибо за это, за все. Нет ничего дороже, чем заботиться о своем здоровье. Ну и хотя бы вот в такой форме, в форме диспансеризации. Докторов много. Где еще попадешь в один день и сразу? Это и УЗИ, и флюорография, и женский доктор, и маммография, и, в общем, анализы крови. То есть о себе получишь достаточно полную информацию. А выводы уже каждый будет делать сам. Но опять-таки с помощью доктора. В рамках диспансеризации было предложено пройти осмотр врачей, сдать клинические анализы и пройти диагностику. Ну, потому что мы, как такие люди несознательные, приходим, когда начинает болеть. А нужно профилактика. Подсмотреть, подглядеть. Вовремя, да. Чтобы не было поздно. Диспансеризация имеет огромное значение. И в целях профилактики мы рекомендуем всем проходить диспансеризацию по годам. Года можно найти у нас на сайте ЦРБ. Посмотреть, подходите ли вы для диспансеризации. Если нет, мы можем провести вам профосмотр. Это тоже очень важное значение имеет для жизни каждого нашего, для каждого человека. Поэтому приходите. Если вы отходите по годам, проведем диспансеризацию. Если нет, тогда профосмотр. Легче болезнь предупредить, чем лечить. Считают врачи и пациенты с этим мнением согласны. Именно поэтому за последние годы количество желающих пройти диспансеризацию неуклонно растет. Кстати, специалисты рекомендуют проходить полный медицинский осмотр не реже, чем раз в три года. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.